Как взять мысли под контроль и почистить мозг? А вы когда-нибудь обращали внимание на то, что все ваши проблемы появляются только тогда, когда вы начинаете их переживать? То есть пережевывать в уме события, которые вас не устроили. Накручивать мысли, превращая их в самые разнообразные негативные сценарии. Проживать этот трэш, погружаясь туда с головой, а потом выныривать, но уже с огромной шапкой отвратительных эмоций на голове. При этом события надуманные, а вот эмоции настоящие. Да еще вдобавок мозг прописал все эти сценарии, как имевшие место, поскольку вы закрепили их довольно мощными негативными переживаниями. И так по кругу уже не отвязаться. Абсолютно бессмысленное, убыточное занятие, которое по сути является мозговым багом и сдержкой чрезмерной мозговой деятельности. Надо его выводить. Итак, что же делать? Шаг первый. Наблюдение. Вам надо занять позицию наблюдателя. Это единственный способ взять мысли под контроль. Для начала начните наблюдать за тем, что происходит вокруг вас. За тем, как люди болтают по телефону, пьют кофе, разговаривают, сердятся. За тем, как облака висят, солнышко оставляет свет на объектах. Голуби суетливо расхаживают по тротуару. Машины несутся, притормаживают. Гудят и выражают тем самым настроение водителя. Это простая тренировка. Попробуйте при этом не думать специально, а только созерцать, воспринимать, присутствовать. Можно наблюдать за своим дыханием, только делать это бездумно. Затем начинайте управлять дыханием. На четыре счета вдох через нос, на восемь – медленный выдох через рот. Почувствуйте теплый воздух. Осознайте, как изменилось ваше состояние после нескольких таких дыханий. Оно точно поменялось, и вам надо констатировать этот факт. Вы успокоились, немного расслабились, мысли тоже угомонились и перестали суетиться у вас в голове. Теперь можно начать наблюдать за своими мыслями. Поставьте таймер на каждые два часа на протяжении всего дня, и для начала просто вспоминайте, о чем вы эти два часа думали. Так мозг включит наблюдение, так как получил задание делать ретроспективный анализ. Вы можете очень удивиться тому, что творится в вашей голове, и сколько там всего происходит не по существу. Шаг второй – сортировка. Теперь можно приступить к наблюдению за тем, что происходит на вашем верхнем этаже, и сортировке. Для начала разделите мысли на две большие категории – приятные и неприятные. Отслеживать их можно по результату, то есть по тем эмоциям, которые они наплодили. Дайте мозгу задание отслеживать перемены в настроении, и как только поймали негатив, тут же вспоминайте, о чем подумали. Заведите список мыслей-вредителей, и фиксируйте их в том виде, в котором они появляются в вашей голове. Приятные тоже отмечайте, поскольку они создают позитивный контекст в вашей жизни и подлежат размножению. Шаг третий – выбор оковка. Разберитесь с хламом, прежде чем принять решение выбросить его из вашей головы. Итак, выбирайте наиболее популярные мыслишки и подвергайте их тщательному анализу. Откуда она такая? Какое отношение она имеет к реальности? Или это просто плод вашего больного воображения? Есть ли от нее хоть какой-то прок? Если в мысли есть полезное зерно, то извлекайте его и переводите в действие. Если же это чистой воды домыслы, страшилки или неприятные воспоминания, портящие атмосферу реальной жизни, то ставьте напротив этой мысли в вашем списке черную метку. Подлежит бескомкромиссному удалению. Шаг четвертый – охота. Начните игру в стрелялке, где задача вовремя увидеть врага и подстрелить. На предыдущем этапе четкий образ противника сформирован. Теперь остается только вовремя его заметить и убить. Для начала придется потренироваться в меткости и скорости реакции, но тут главное не сдаваться и не потерять азарт и силу намерения. Как только заметили ненужную мысль в своей голове, тут же говорите ей строго «стоп», немедленно взрываете ее и идете дальше. И сколько бы раз она не появлялась, ваше дело ее тут же без всяких раздумий уничтожить. Вообще несложно. Я знаю, что вы подумаете, что это очень сложная задача или вовсе невозможная контролировать свои собственные мысли. Они же сами ходят у вас там в голове, и вы за них не отвечаете. Отличная позиция для тех, кто не хочет брать на себя ответственность за свои поступки, эмоции и сценарии своей собственной жизни. Но наступает момент, когда вы становитесь их окончательным заложником и больше не можете и не хотите быть у них на побегушках. У вас больше нет на этой энергии. Тревога достигла предела. Периодически пробиваются панические атаки. Апатия и серость обыденности покрыли вас своим серым туманом. А ведь все это происходит по большей части у вас в голове. Представьте себе на пару минут, что нет у вас ожиданий, претензий, оценок и сравнений, обид и негативных прогнозов. Вы просто воспринимаете этот мир и принимаете решение в моменте. Нечего бояться, потому что вы не думаете о плохом. А если какая-то неприятность у нас не может быть, то вы в ней не подвисаете, а просто начинаете искать выход и действовать. Именно действие растворяет страх и неуверенность и наполняет вас силами. Просто перестаньте контролировать будущее, которого нет, окружающих вас людей, природу, болезни. Займитесь собой, собственными мыслями. На самом деле это не так уж и сложно. Главное принять решение и следовать инструкции. А если возникнут затруднения, то приходите. У меня на этот случай есть методика Mind Control. Научитесь за пару месяцев без особых проблем, если есть серьезные намерения и приложите должные усилия. Ведь все, о чем мы думаем, забывается. Так что начните прямо сейчас, а не завтра. Инструкция для старта перед вами. Я верю вас и всегда рядом.